Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Есть такие автомобили, у которых много довольных владельцев, но их выбор никто не одобряет и не понимает. Рено Лагуна как раз такой автомобиль. Его либо обожают, либо же просто не замечают. Давайте разберемся в чуде этого французского автопрома. Итак, встречаем Рено Лагуна 3. Глядя на Лагуна третьего поколения, создается впечатление, что дизайнеры Рено не умеют ничего рисовать. И в самом деле эта машина выглядит очень странно, как мутировавший Megane 3. Элегантность у нее очень своеобразная. Кстати, в этом поколении, помимо хэтчбека и универсала, существует и купе, которая отдаленно напоминает Астон Мартин. Поклонники Лагуна 3 выбирают самые богатые версии GT на красивых серебристых или темных дисках. Кстати, максимальные комплектации с панорамной крышей и бесключивым доступом акустикой Bose стоят гораздо дешевле каких-то одноклассников из Германии и Японии. Это несомненный плюс Лагуны на фоне Мондео, Пассата и Камри. Лагуна сделана просто и незамысловато, как модель C-класса. Рено Лагуна 3 поступила в продажу в конце 2007 года и выпускалась до 2015 года. Ее преемником можно считать модель «Талисман». Кстати, у Рено эти две модели не имеют преемников. Походу, этот производитель «Эксперименты» с не кроссоверным D-классом закончил. Кстати, на данный момент вот эта машинка продается. Ссылочка на нее будет в описании к этому ролику. Качество покраски у Лагуны отличное. Кузовные панели оцинкованы. Иногда краска откалывается с краев арок, с уголков дверей, с порогов. Но под слоем краски есть слой цинка, и он долго сохраняет неизменный вид. Но если все-таки эти места будут от пескоструйной, то там появится рыжий налет. Но на это уйдет примерно два года. Владельцы этих автомобилей заметили, что поверхность брызговиков, которая прикрыта локерами, начинает ржаветь. В этом случае внутренность колесных арок надо зачистить, покрасить и покрыть антикором. Также ржавчина неторопливо появляется на днище под пластиковыми накладками. Там скапливается влага и грязь. И в целом кузов этих автомобилей будет четверть века в порядке при интенсивной эксплуатации, не очень бережной, в агрессивной среде. Большинство Laguna 3 оснащены галогеновой оптикой с линзами. Но ближний свет слабоват и становится еще слабее со временем, по мере исчезновения напыления на отражателях линз. Версии со штатным ксеноном идут с функцией поворота линз, но очень редкие. Сегодня улучшить свет достаточно просто благодаря светодиодам. Но могут возникнуть вопросы при техосмотре. У Renault Laguna 3 случается проблема с задним стеклоомывателем. Задняя щетка работает, а стеклоомыватель льется из передних форсунок. Дело в том, что электронасос на задний стеклоочиститель и на передний один. А переключение подачи воды на переднее или заднее стекло осуществляет небольшой клапан на насосе. Он подклинивает из-за попадания песчинок или мусора в него. В общем, можно просто снять электронасос с бачка, разобрать его клапан и почистить. Кстати, новый оригинальный насос стоит 30 долларов. Есть заменители по 10 долларов. И еще, кстати, чтобы получить доступ к этому электронасосу, надо снимать передний бампер, либо поднимать машину на подъемнике. При включении переднего стеклоомывателя дворники успевают сделать сухой взмах до подачи омывателя на стекло. Чтобы форсунки быстро разбрызгивали воду, то есть сразу по нажатии рычажка нужно установить обратный клапан на трубку подачи воды к форсункам. То есть этот клапан не даст воде стекать из трубки в бачок. Для этого подходит обратный клапан от Toyota. Врезать его можно в участок трубки стеклоочистителей, который находится на изнанке капота. У Laguna 3 сервоприводом складывания зеркал иногда при открытии или закрытии раздается такой скрип неприятный. И очень хорошо, что механизм не ломается и его не клинит. А чтобы получить доступ к скрипящему шарниру, надо снять главную крышку зеркала и промазать этот самый шарнир. Вернее, сначала промыть его чем-то наподобие очистителя тормозов, а затем смазать. Ну, многие Renault Laguna 3 оснащены системой без ключевого доступа. Так вот компоненты этой системы, которые находятся в дверях, становятся и становились жертвами влаги. Она приводит к коррозии двух проводов антенны, которая находится в самой ручке. И также из-за нее погибает простенькая тактовая кнопка. Она тоже находится в дверной ручке. А в самой двери напротив ручки находится инфракрасный сенсор с двумя линзами. Эти линзы прикрыты глухой заглушкой, под которую попадает влага и грязь. Нужно снимать оптический сенсор, разобрав дверь, и чистить линзы под заглушкой. Проблемы с антенной обычно решаются восстановлением проводов. Проржавевшую кнопку можно заменить, а еще советуют наклеить фольгу в ручку под антенну для усиления сигнала. И вот такие ремонты приходится проводить с каждой ручкой Renault Laguna 3. Еще, если в Renault Laguna 3 нечетко открываются замки, то их надо разобрать и поменять в них моторчики. Они доступны на китайских маркетплейсах. Ну а теперь добро пожаловать в салон. Интерьер Renault Laguna в плане долговечности материалов весьма средненький. Первым делом, у машин с комбинированным или кожаным салоном трескались боковины сидений. Обивку даже меняли по гарантии. К 200 000 км следы эксплуатации появляются на дверных рукоятках, на балдашнике, рычагах КПП и оплетке рулевого колеса. С возрастом салон Laguna нередко начинает скрипеть во всевозможных местах. У приборной панели со временем появляются проблемы со светодиодами. Гаснет подсветка стрелок, шкал и дисплея. Приборная панель этой машины несложно снимается и разбирается. Погаснувшие светодиоды можно заменить на новые. Если дисплей бортового компьютера рябит, то тоже помогает пропайка его контактов. Аналогичным образом решается проблема с частично или полностью погасшим дисплеем радиосистемы. Рулевой шлейф слабоват, но ремонтопригоден, если кнопки на руле перестали работать, а также загорелась ошибка по подушке безопасности водителя, плюс еще при повороте руля есть такой хруст, то значит шлейф порван. Если же загорелась ошибка по подушке безопасности пассажира, то, скорее всего, проблема в разъеме под его сидением. Также звуковой сигнал, а именно клаксон, может перестать работать из-за прогнивания самого клаксона. Ну а если появляются проблемы с круиз-контролем, то есть он не работает, появляются ошибки по датчику педали сцепления, то этот датчик надо просто взять и заменить. Стоит он примерно от 10 до 20 долларов. Также из-за проблем с этим датчиком двигатель может просто не запускаться. Еще вентилятор салона может выйти зашуршать к пробегу за 200 тысяч километров. Новый вентилятор стоит 600 долларов, но сюда идеально подходит вентилятор от Nissan Tiana. Стоит оригинал 200 долларов, хороший аналог 70 долларов. Помните, за новыми EBU с запчастями обязательно в AutoStrong. Также можно еще восстановить старый радиатор к назначенному пробегу в 200 тысяч километров. Основательно изнашиваются его угольные щетки и коллектор. С трансмиссиями Renault Laguna 3 повезло, что с механической, что с автоматической. Хотелось бы остановиться более подробно на автомате. Это надежный агрегат Jatka GF613. Так вот, ресурс у него примерно 300 тысяч километров, но при условии частичной замены ATF каждые 50 тысяч километров. Немногим по душе ее небыстрый отклик. Поэтому есть прошивка для ускорения откликов, а также для ускорения переключений. И даже с этой прошивкой этот автомат Jatka служит долго. У нас, кстати, есть подробнейший разбор этой трансмиссии на канале. Обязательно посмотрите, если интересно. Те, кто еще не подписан, подпишитесь. Renault Laguna 3 в основном оснащались четырехцилиндровыми двигателями, однако в гамме есть два V6. Один бензиновый, разработка Nissan объемом 3.5, второй дизельный объемом 3.0. Не будем подробно на них останавливаться, потому что встречаются они крайне редко. 3.5 V6 от Nissan бензиновый можно встретить только на купе. Так вот, ниссановский мотор 3.5 V6 очень надежен по-японски, а вот 3.0 дизель V6 надо обходить стороной. Цепь и вкладыши с этим у него проблемы. Самый популярный двигатель на Renault Laguna 3 – это мотор 1.5 DCI – турбодизель. Так вот, этот двигатель всем хорош, известен в каждом автосервисе. И, естественно, лучше брать рестайлинговую Laguna с этим двигателем, но, в принципе, в плане надежности практически никакой разницы. Этот двигатель с топливной аппаратурой от компании Siemens. И у нас на канале есть подробнейший обзор этого агрегата. Кому интересно, обязательно посмотрите. Сейчас же скажем, что нужно следить за подтеканиями масла и даже выделениями топлива по регулятору на ТНВД. Кстати, нередко регулятор потока топлива на ТНВД становится причиной плохого запуска мотора на горячую. Оригинальный клапан стоит около 120 долларов, а послужит он более 200 тысяч километров. Пьезофорсунки Siemens этого мотора не очень ремонтопригодные. БУшные стоят по 100 долларов, а новые по 400. За ними, за новыми и за бУшными обязательно в «АвтоСтронг». Проблемы с проворачиванием вкладышей уже мало кого беспокоят. Надо просто знать, когда предыдущий владелец поменял вкладыши и сколько они пробежали. А вообще, при замене масла каждые 10 тысяч километров, ну, думаю, беспокоиться не стоит об износе вкладышей. Кстати, замена шатунных вкладышей по трудозатратам и деньгам не сильно сложнее и дороже, чем замена ремня ГРМ. Кстати, не забывайте менять ремень ГРМ и при возможном любом случае измерьте тепловые зазоры клапанов при пробеге в 400 тысяч километров, я думаю, эта процедура актуальна. Следующий двигатель – это двухлитровый турбодизель. Он однозначно мощнее, плавнее и современнее. Хотя у него чугунный блок, цепной привод ГРМ, 16 клапанов ГБЦ и гидрокомпенсаторы, в отличие от прошлого двигателя, присутствуют. Мы однозначно можем рекомендовать и этот двигатель, потому что ничего действительно серьезного в нем не случается. И, кстати, топливная система Bosch даже более ремонтопригодная. Правда, для осмотра или замены шатунных вкладышей, а также для замены цепи ГРМ, а эта необходимость может прийти при пробеге в 300 тысяч километров, надо обязательно вынимать мотор. И, кстати, у нас есть подробный обзор на нашем канале. Обязательно посмотрите, кому интересно. Ну а те, кто еще не подписан на наш YouTube канал, обязательно подпишитесь. Будете в курсе самых крутых автомобильных событий. Мы обозреваем двигатели, автомобили, трансмиссии и многое другое. Доля бензиновых двигателей на Renault Laguna 3 маленькая, примерно 15%. Базовым бензиновым двигателем является агрегат всем известный К4М. Этот двигатель предельно прост, надежен и вынослив. Но по французской традиции частенько течет маслом по прокладкам. Убить его может обрыв ремня ГРМ. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор этого двигателя. Обязательно посмотрите. Идем дальше. Двухлитровый атмосферный двигатель под капотами Renault Laguna 3 бензиновый. Это детище компании Nissan. У этого двигателя цепной привод ГРМ, который надо обслуживать каждые 150 тысяч километров. Гидрокомпенсаторов в приводе клапанов нет. Для замены свечей и катушек зажигания надо снимать впускной коллектор. И тут главное не напортачить, не допустить попадание песка и грязи в свечные колодцы. И при избыточном моменте, когда вы закручиваете свечи, может треснуть ГБЦ. И не стоит забывать, что мотор М4Р очень горяч. И надо обязательно держать радиаторы в чистоте, а также использовать качественный антифриз и термостат. И масло менять не реже, чем раз в 10 тысяч километров. Очень часто эти двигатели эксплуатируются с залегшими и закоксованными поршневыми кольцами. И поэтому охотно потребляют масло. Иногда Renault Laguna 3 можно встретить с двухлитровым турбомотором. Это тот же F4R. Грубо говоря, такой же двигатель, как у Duster, только с турбиной. И у нас, кстати, на канале есть подробный разбор и обзор этого двигателя. Поклонники Renault его очень ценят и любят, потому что проблем и хлопот с ним меньше, чем с двухлитровым японским атмосферником. Ну а мы напоминаем, что на данный момент вот эта машина продается. Ссылочки по ней будут в описании к этому ролику. Также напоминаем, что помимо отличных бэушных запчастей в «АвтоСтронг» есть еще абсолютно новые автозапчасти. Так что пишите нам, звоните нам, будем рады. И заходите обязательно на наши сайты. Также у «АвтоСтронг» есть еще и подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. Нужен отличный мотоцикл обязательно в «МотоСтронг». Ссылочки тоже в описании к этому ролику. Ну а сейчас мы едем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Компрессор кондиционера у Renault Laguna 3 слабоват. Это касается всех вариантов, что двигателей до 2 литров, что после. Примерно при пробеге в 150-200 тысяч километров он может дать течь по сальнику, а также заклинить с последующим растрескиванием корпуса. Ремонт в этом случае не целесообразен. Новый компрессор кондиционера стоит астрономических денег. Выручает авторазборка. Авторазборка «АвтоСтронг». Опоры двигателя у Renault Laguna 3 служат более 200 тысяч километров. По мере растрескивания их резиновых демпферов появляются вибрации и толчки при переключении передач. Верхняя опора стоит до $50, а нижняя – до $150. Рено Laguna 3 с двухлитровым дизелем и бензиновыми моторами оснащается гидравлическим усилителем руля, который приводится ремнем навесного оборудования. А вот остальные версии. Насос ГУР приводится электромотором. В обоих случаях рейки гидравлические. Насос и бачок электрического ГУР находится за локером переднего левого колеса. Для заправки в него используется недорогое и специальное масло, которое желательно менять раз в 50 тысяч километров. В замене нет ничего сложного. Желательно приподнять машину, снять левое колесо, отодвинуть локер, почистить там всё от грязи и во время работы насоса стравливать старое масло через возвратный шланг и заливать новое. Рулевая рейка не проблемна. Если появляется стук с левой стороны, то надо поменять сухая. Многие Renault Laguna 3 оснащены электрическим стояночным тормозом, который основан на сервоприводе, в котором один моторчик и один редуктор. Этот сервопривод тянет пару тросов, которые подводят колодки. Так вот, в нашем случае никакого сервопривода нет. С этим механизмом случается весь комплекс неприятностей. От сгоревшего реле и электромотора до растянутых и оборванных тросов. Но сами тросы можно недорого купить по неоригиналу. Также можно купить реле и электромотор хоть из Китая, хоть из локальных магазинов электротоваров, хоть в «АвтоСтронге». За тросиками обычного же ручного тормоза тоже надо следить и менять их по мере растяжения и разрушения оплётки. Самые богатые версии Renault Laguna 3 оснащены полноуправляемым шасси. У таких машин на задней балке установлен актуатор Asin, который через две тяги соединен с поворотными кулаками задних колёс. То есть с помощью актуатора на пару градусов изменяются углы схождения задних колёс. Они как бы отклоняются синхронно с поворотом руля. На малых скоростях это улучшает манёвренность, то есть уменьшает радиус поворота. А вот на шоссейных скоростях это улучшает управляемость на шоссейных скоростях. Задние колёса поворачиваются в ту же сторону, что и передние. Понятно, что эта система простая и надёжная. При больших пробегах могут потрескаться сайлентблоки, также залюфтить шаровые пальцы, но до этого пройдёт полмиллиона километров. Если появился стук сзади, то этот стук можно найти в самом актуаторе. Достаточно поменять втулку его штока, и он пройдёт ещё 300 тысяч километров. Ну что, начнём с задней подвески. Здесь во всех версиях скручиваемая балка с двумя очень долговечными сайлентблоками. Пара таких сайлентблоков 120 долларов. А вот в версии шасси Fo-Control ещё присутствуют небольшие сайлентблоки в поворотных кулаках для зацепления с тягами. Ступичные же подшипники встроены в тормозные диски, и там же есть магнитное кольцо для датчиков ABS. Такие диски обойдутся от $70 до $250 каждый. Нельзя сказать, что передняя подвеска Renault Laguna ненадёжная, но бывали случаи, что к пробегу в 200 тысяч километров приходилось поменять буквально всё – от сайлентблоков рычагов, шаровой до даже сайлентблоков подрамника. Вот этот оригинальный стальной рычаг в сборе стоит $150. Шаровая опора меняется отдельно, стоит до $60. Но есть много предложений по неоригиналу, которые в 4 раза дешевле. Кстати, отдельно можно купить сайлентблоки рычагов по $5-10 за штуку. Верхние опоры амортизаторов очень дорогие. Примерно $200 за комплект на одну сторону. Хорошие заменители примерно $80. Идём далее. Стойки стабилизатора стоят по оригиналу $35. Выхаживают 80 тысяч километров. Заменители, кстати, стоят $8. Диапазон цен на передние амортизаторы примерно такой же, как и на верхние опоры амортизаторов. При пробеге в 200 тысяч километров наступает момент замены приводов. И не забывайте про промежуточный подшипник вала к правому приводу. Хотя он может долго шуметь и шуршать. Так вот, привода со шрусами стоят оригинальные очень дорого. Даже заменители стоят по $300. Естественно, выручают авторазборки. Если у вас есть проблема, то обязательно позвоните в и помните, что мы ещё продаём новые запчасти. Так вот, также есть ремкомплекты к захрустевшим шрусам. Но на данный момент они в продаже, к сожалению, отсутствуют. Ну и напоминаем, что вот эта машинка на данный момент продаётся, и ссылочка по ней будет в описании к этому ролику. Давайте же оценим Renault Laguna 3-го поколения. За кузов и коррозионную стойкость она получает 5 баллов. Моторы что дизельные, что бензиновые хороши, однако двухлитровый атмосферник может оказаться масляным обжором. Автомат, джатка тоже на пятёрочку, подвеска буквально самая простая в классе, и даже с опциональным актуатором For Control она не разваливается и поддаётся ремонту. Если ваша Toyota Camry заржавела до дыр, то обязательно рассмотрите Renault Laguna 3. Она такая же надёжная и неприхотливая, но кузов более стойкий. Кстати, есть даже кузов купе. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу, вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтрон».